Агрессии со стороны России это просто гражданская война в вашем регионе. Вы, очевидно, более опытный. Кстати, вы на Майдане были. А как вы думаете, кто мне сейчас помогает? Люди хотят быть счастливы, но как это невозможно понять? Ментальность Порошенко будут изучать потом специалисты, пока он не обкакался и не улетел на вертолете, как Карлсон. Вот, я его поддержал, потому что это была последняя надежда. Что значит боитесь скомпрометировать себя? У вас проблемы с алкоголем. Ха-ха-ха-ха! Снимай свою предвеборную шляпу. Боже, кого я вижу. Здрасте. 19 серебряных сов. Почему 19? Почему не 38 тогда? Вчера сказал один ваш друг, что 19 серебряных сов вы, Сергей, собрали. Да нет, дай бог, чтобы 7. 7 серебряных сов собрал Сергей Сивоха. И для того, чтобы он получил 8-й, ему надо ответить вопрос, от какого слова происходит слово кандидат? Я еще знаток народных примет. Андрей Иванович, когда шляпа лежит таким образом на столе, денег не будет. Как дошло до того, что Сергей Сивоха, которого любило, я подозреваю, еще любит столько людей, вдруг поперся в политику не в белой рубашке, а под зеленым знаменем новой команды З. Как вы думаете, если бы в политику шли две команды, одна от что, где, когда, а другая от квартала 95, какая бы из них победила? Неважно, какая бы из них победила, она бы взяла вторую в эксперты, и все было бы в порядке. Правильно. Вернемся остроумно. А вот вернемся, однако, к серьезным делам. Сергей, люди вас знают, ну, в первую очередь, там, и-о-о-о. Дальше, кстати, я сам стал жертвой руководства вашей команды. Я помню, что я выиграл два тура. Это до конца жизни, кто там не вспоминает. На последнем, да, на последнем вы руководили командой, и когда я вам шепнул на ухо, что я не знаю вопроса, вы стальным комиссарским взглядом посмотрели и сказали, отвечать будет Пальчевский. Господин Сивоха, кто отвечает? Отвечает Андрей Пальчевский. Это вообще стиль жизни? Все ради победы? Да, я боец. Для меня результат играет значительно. Другие кандидаты по вашему 49 округу, они представляют это ваше чудесное качество? Не знаю. Может быть, они думают, что вы такой мягкий, белый, мягкий, как Юлия Владимировна и пушистый? И замечательно, и замечательно. Пускай остаются в таком невидимом. А на самом деле внутри кроется барс? Не барс, но, по крайней мере, стальной стержень есть. Какие шансы у нас победить в вашем округе? И почему вы пошли в Донецкую область? А я в другую, собственно говоря, не мог идти. Поскольку я человек из Донецка, родом из Донецка, никогда это не скрывал. И наоборот, этим всегда гордился. Я Сергей Сивохов. Я народился в Донецке. И завжди был гордый тем, что я из Донбасса. Сергей Сивохов, ваш земляк. А люди там какие живут? Вы, кстати, сами из семьи Шахтерской? Металлург. Я из классической советской интеллигентской семьи. У меня папа инженер, мама доктор. Вот. Вы не были, извините, мажором, ну, как говорят, зажравшимся ребенком в Донецке? Нет, нет. Я баянист. На скрипочке играли там. Я баянист. Слава Богу. Какие люди там живут? Скажите, чем они отличаются от киевля? Люди. Меня вот очень сильно порадовало сейчас во время моей работы там на округе. Меня очень сильно порадовали люди. Там нету, как сказать, оголтелых сторонников таких, которые за все хорошее против всего плохого. Лишь бы бороться. Чи Гевары, да? Да. Вот люди, удивительно, они не получают от этого никаких денег. У нас очень много сторонников. Они все адекватные, Андрей. Вот что удивительно. Это вот, как я уже сказал. А кто не приходит, тоже адекватные? Разные есть люди. Люди есть разные. И сколько таких адекватных? Но мне очень нравится, что люди абсолютно бескорыстно. Они отстаивают точку зрения свою, которую считают полезной для Родины. Скажите, вы верите в то, что в этом году будет достигнут мир? Это очень сложный процесс, конечно. Что в переводе означает? Что в переводе означает, что я привожу максимум ущерб. Если у меня получится пройти туда, куда мы стремимся, то есть в Раду, то я считаю, что у меня будет больше возможностей влиять на этот процесс. Как вы считаете, сейчас, после того, как Зеленский уже почти 40 с лишним дней власти, его... Ох, ох, какая сумасшедшая цифра. Она 40 дней. Да, недавно... Ох, что и 40 дней, 9 дней. Типун вам нагревается. Она кинулась на меня со словами, говорит, а ваш Зеленский уже 40 или там 38 дней, а мира нет. Сколько, Сергей, не будет мира? Только честно. Я не могу так сейчас сказать. Я не могу так сказать. Это похоже на правду? Что лучше людям, говорить правду сейчас или водить экзамен? Кто ее знает правду? Здравствуйте. Никто. Кроме того, что специалисты, в частности Шуфрич, который участвовал в переговорах, в том числе в Минске, как-то мне так сказал, когда Зеленский пришел к власти, и я расслабился, честно вам скажу. Сейчас как-то медленно, но верно начнется какие-то телодвижения в сторону мир, дружба, кукуруза. И вдруг он мне говорит, ну, говорит, полгода переговоров, полтора года на оформление, ну, наверное, года три они впишутся. Сергей, вы, как известно, один из друзей Владимира Зеленского, вы знакомы 20 с лишним лет. Да. Возмужал за это время наш президент? Безусловно. Скажите, то, что он делает в отношении Донбасса первые 40 дней, как вы считаете, он на правильном пути? Я думаю, да. Другое дело, как ему помогают, в кавычках, да, это делать. Вы имеете в виду его окружение? Не окружение, очевидно, тут даже больше, чем окружение. Ну, смотрите, что творится. Стоило ему только заявить о том, что приоритетной задачей является стоп-огню на Донбассе, как тут же начались обстрелы с обеих сторон. Кто это делает? Ну, там, что делают наши противники, мы знаем. А что делают наши люди, для многих, объясните, и мне в том числе. А, допустим, с самого начала, при появлении власти, Владимир Зеленский настаивал на усилении мер давления, в частности, санкций, против российского агрессора. Как вы считаете, это правильный путь? И как это коррелирует с выступлением нашего глубоко уважаемого гуру в локонах Каштановых, я имею в виду уже седых? Кто же это? Это Коломойский. Коломойский. Да, который сказал о том, что нет никакой агрессии со стороны России, это просто гражданская война в вашем регионе. Кто из них прав? Давайте просто проследим за действиями президента Зеленского за это время. Первые поездки по Украине были куда? Туда. Луганск, Луганская область, вернее, станица Луганская и Мариуполь. Дальше. В разговорах с Меркель и Макроном упоминался Донбасс. Упоминался Донбасс как цель для использования средств, которые будут привлечены в Украину. Далее. Разговор с олигархами был по поводу восстановления Донбасса. Да. Был. В последнее время, вот сейчас с визитом, Владимир Александрович был в Краматорске. У меня выскакивает постоянно в Донецке, потому что у меня... Ностальгия. Донецк, Донецк. Это не ностальгия, это любовь. Вот. И, значит, он в курсе всех проблем, которые есть в Донецке. Я лично даже приложил к этому руку. И он отметил, что будет восстановление аэропорта, или построение, даже постройка аэропорта в Краматорске. Это важно. Это важно. Потому что Донецк сейчас исключен, Донбасс, исключен даже из логистических всех схем. Из него пытаются сделать какие-то задворки. Я вам, откровенно, свою точку зрения. Сегодня я когда узнал о том, что один из ваших представителей команды «Зе», Гетманцев, по-моему, его фамилия, заявил о том, что создается специальный комитет по восстановлению Донбасса, и у многих, и у меня, Грешного, это вызвало больше вопросов, чем ответов. Потому что я понимаю, что будут голосовать за выделение бюджета государственного, и бюджет будут осваивать. А президент, как вы помните, пригласил олигархов. Один приехал, второй приехал, третий об этом не знал, но, как сказал Владимир Зеленский, он еще об этом не знает. Это было о Коломойском, и остальные, кстати, тоже могли быть привлечены в эту замечательную команду. Вроде как шел разговор о том, что они будут платить из своего кармана. Но опытные люди, в роме меня, понимают, что это подготовка почвы, и деньги будут заводиться бюджетные олигархам. Скажите мне, что я не прав. Я не знаю этой схемы. Вы, очевидно, более опытный человек. Я более опытный человек, потому что я все время комментирую подобного рода дела. У меня не было ни одного прецедента в этой стране, чтобы пришел олигарх и потратил 300 миллионов или миллиардов, или там еще это, своих денег. Но зато у меня миллион вариантов, как и у каждых из нас, увидеть, как были потрачены наши деньги. Кстати, вы знаете, сколько миллиардов долларов американская сторона вменяет Коломойскому вину? Интересно. 420. А по некоторым данным, 470 миллиардов долларов, которые якобы были... Вы представляете масштабы? Я представляю себе эти масштабы. Для меня это какие-то такие величины, которыми уже не то, что не оперируешь. Привыкайте. Вы же с этими людьми. Вы им будете пожимать или не пожимать руки. Вы будете с ними сотрудничать или воевать. Вы, кстати, готовы воевать с олигархами на своем округе? Да. Как вы думаете, почему люди будут голосовать за вас, а не, допустим, за Колесникова? Ну, потому что мы сейчас прилагаем к этому массу усилий. Надо показать. Надо напомнить людям, как они 20 с лишним лет жили с Колесниковым. Вы готовы к прямой конфронтации с Колесниковым? Ну, что значит прямая конфронтация? У меня была прямая конфронтация с Колесниковым, я вам могу сказать. Он взорвался, как ядерный реактор. Был крик, реальный крик. Я не знаю, помнит ли он меня, я его запомнил. Я был просто в шоке. Я подумал, если этот человек может позволить себе такое в присутствии многих людей, что же он может позволить, когда он реально заточил на кого-то зуб, допустим, на вас, если он видит вас, реального кандидата, которому люди отдадут голоса и таким образом его оставят за бортом политпроцесса. Два серьезных кандидата, которые сейчас проходят у меня по округу, не воспринимают меня как серьезного соперника. Кроме Бориса Колесникова у меня еще по округу выдвигается мэр Дружковки. От другой политической силы. Очень хорошо. Тоже очень популярный. Почему, Сергей, вы думаете, что придя с командой З, кроме ваших теплых связей с президентом и некоторой части его окружения, я так понимаю, да? Почему вы думаете, что у вас получится там? Почему? Что дает вам уверенность? Я иду туда, потому что я хочу поддержать своего товарища, позицию которого я знаю, позицию которого я разделяю. Я знаю его много лет. Мы многократно с ним разговаривали по любым вопросам. Я его видел в разных ситуациях. Я видел, как вы обнимались. У вас невозможно было друг от друга обнимать. Ну, это друг от друга. Мы не виделись давно. Видимо, нет. Ой, молодца какой. Молодца. Да. Вот. И во-вторых, я хочу что-то сделать для Родины. Вы можете сказать... Для Родины. Как для малой, так и для большого. Вы можете сказать президенту, если вам что-то не нравится, вы можете, например, взять телефон и написать? Да. Как вы думаете, друзья, которые были у Зеленского на протяжении 20 лет, до сих пор имеют право голоса? Либо они все замещены уже новой, гордой, как в народе их называют, попугайчиков? Я не знаю, честно говоря. Есть такое впечатление, что сейчас президента как бы пытаются закапсулировать, как любого главу правительства. Вырвется? Ну, для этого есть мы. Где мы его застанем, там мы ему сообщаемся. Телефон – это прекрасно, но когда я с ним встретился недавно в Краматорске, то нам удалось очень плодотворно. За 15 минут мы оговорили массу вопросов. Вас не смущают некоторые назначения в составе вашей силы, я имею в виду команды ЗЭ, где вот сейчас выяснилось, у гражданина какого-то, оказывается, гражданина Украины, еще паспорт гражданина Израиля, и он сказал, что он очень гордится тем, что он служил в израильской армии. Ну, пусть себе служит в израильской армии, было написано в комментах. Как вы думаете, подобного рода вещи, условно говоря, все те люди, которые находились, вы понимаете, вы в белом не случайно, потому что это белый лист, белая, так сказать, страница. И люди ожидают, чтобы приходили, неужели из 40 миллионов нельзя найти не граждан Израиля, не участников, скажем, пяти партий, которые были. Неужели нельзя найти людей? Андрей, вы знаете, какой процесс был при отборе кандидатов? Нет. Были несколько дней очень суровых, когда вся верхушка партии, включая президента, сидели в одном определенном месте и просматривали, реально просматривали все анкеты, которые у них были. То есть они рассматривали всех кандидатов. Вы знаете... Стоял невероятный ор, которого вы так не любите, да? Да, я не люблю. Да, потому что каждый отстаивал свои позиции. Президент был. И при нем стоял ор? Конечно. Так, значит, давайте я написал президенту, я вам честно скажу, у меня нет таких текстных связей, но я вам написал президенту, что он должен лично, лично, не доверяя кому-либо, просматривать, ну, насколько это возможно президенту, учитывая его график. Он мне ответил кратко, занимаюсь. Я даже представил его бархатистую интонацию, занимаюсь. Он реально занимался? Да, реально занимался. Значит, надо, хочется сказать, как в школе. Заниматься придется больше. Да. Понятное дело. Занимайтесь. Вот, потому что... Вы представляете вообще весь комплекс проблем, которые сейчас на нем висит? Я представляю, не он единственный был президент, у нас даже Завгар достаточно неплохо справлялся с президентством, до тех пор, пока он не обкакался и не улетел на вертолете, как Карлсон куда-то. Значит, потому что повелся, повелся, пошел на поводу, в первую очередь, у кого? У своей команды. У своей команды. Значит, опыт Януковича должен быть изучен. Проведите семинар. Опыт вертолетчика Януковича и его команды. Куда понесся Янукович? Что такого было страшного, если бы Янукович приехал бы и сказал, друзья мои, вы хотите в Европу, я иду в Европу. И все. И правил бы до сих пор, и был бы ваш Донецкий, так любимый вами клан. У вас какие-то отношения с партией регионов? Есть, были, будут? У меня были, конечно. Ну, как? Это нельзя назвать отношения. В свое время, когда я был сильно разочарован в оранжевом движении, я видел, ну, это было в 2010 году, перед выборами. Я видел в партии регионов тогда единственную альтернативу. Были там приличные люди? Безусловно. Кого бы вы отметили? Ну, по персоналям я не хочу проходиться, потому что сейчас подпишут им там чего-нибудь. Иначе поставим вопрос. Сергей, сейчас некоторые, особенно парохоботы, все говорят о реванше. Реванш, реванш, реванш. Какой реванш? Да, я тоже не могу понять, что они имеют в виду. Это очень популярная украинская форма политических игр. Реванш не пройдет. Нет, выскакивает у кого-то какой-то политический мем, его все подхватывают. То же самое сейчас, кстати, происходит и в украинской мове. Если возрождают какой-то термин, он сразу подхватывается и все. На разе. Вот эти все вещи. Как вы думаете, если взять все кланы, которые были до сих пор, Днепропетровский клан, как это началось, потом он сменился кланом Ющенко, я не знаю, к какому отнести. Потому что Ющенко вроде как из Сум, но почему-то у них с Порошенко, кстати, общая, я бы сказал, этносудьба. Они оба с востока Украины, но почему-то они были абсолютно... Подожди, Порошенко с востока Украины? Ну, Порошенко скорее... Порошенко вообще из Молдавии. Да, начнем с этого. Но я имею в виду восток не с точки зрения географии, а с точки зрения культуры и языка. Ментальность Порошенко будут изучать потом специалисты. Понимаете? То есть, какого черта он мне, Саакашвили, в этом кресле рассказывал, что Порошенко называл себя молдаванином. Я приехал из Молдавии. Потом он всем рассказывал, что ничего не мая бильж для мены важливого, нижукраинского мова. Правда, сказал, что дома почему-то он говорит по-русски. Вот есть понятие шизофрения, да, это когда вот здесь по-русски, здесь по-украински. А вот скажите мне, что вы думаете по поводу заявления Богдана о специальном статусе языковом для двух, в том числе и ваших, для двух регионов, Донецк и Луганск. Правильно ли? Мне нравится это заявление. А если, а вам не нравится просто статья 10, где написано, что украинскому мову мая буты державной, а розвиток забеспечивается российскую и таинственную? Да, кроме того, у нас есть один закон, да, об украинском языке. Если вы будете депутатом, вы будете по языковому вопросу, важнейшему, как это ни странно, я начинаю со стратегических вещей, как вы будете голосовать? В свете 10 статьи Конституции, либо вы пойдете более, скажем так, еще дальше для того, чтобы, ну, скажем так, вмастить, подмастить, подсластить, подмазать? Что значит подмастить, подсластить, подмазать? Я поэтому и не мог подобрать слово. Я думаю, так же, как эти люди, которые на Востоке встали. Это не подмастить и не подсластить. А как думают эти люди? Я думаю, что они думают так, хорошо, есть украинский государственный язык, но, пожалуйста, на региональном уровне, да, вот не надо нас трогать, мы же не резим. Я вам скажу, как киевлянин, не одни вы такие, мы тоже так думаем, понимаете? Считайте это разновидностью суржика, не надо говорить русский язык, потому что на Западе украинский язык тоже нечистый. Он с краплениями польского, мадьярского. Об этом мы не будем говорить. О языках, да, в языках, вот тут мастак, собственно, это все ясно. У меня вопрос такой. Итак, вы приходите, вы представляете себе, как будет работать пирамида власти в вашем округе? Вот вы избрали Сергей Сивоха, депутат Сивоха, уже так его просто, извините, по носу не щелкнешь, вот, на красные очки не поправишь ему, вот, и вы представляете, что вы можете сделать? Вы будете там жить или вы будете находиться в Киеве? Как это будет выглядеть? Как лихо человек уже все расписал. Я спрашиваю. У меня сейчас пока цель, давайте ставить задачи по мере их возникновения. Нет, нет, у меня вопрос. Если вы не видите стратегической цели, что вы можете сделать для людей, например, вы, вот, первый день, Сивоха, депутат, первый день, что вы делаете? Все продолжает двигаться в том же направлении. Это что значит? Для того, чтобы работать в Раде, надо быть в Раде, для того, чтобы работать на округе, надо быть на округе. То есть, вот такая жизнь на два дома будет у меня. Вам дадут квартиру или вы будете снимать у бабушки? У своей? Кстати, а вот что бабушка там? Нет, бабушки у меня нет. Бабушки нет, да, жалко. Нет, безусловно, будет какое-то жилье найдено, безусловно, там будет оставаться офис, куда будут приходить люди со своими жалобами, предложением, да, книга жалоб и предложений. Пока меня не будет там, на округе. Вы представляете себе? Естественно, там должна быть команда, которая занимается вместе со мной борьбой на выборах. Несет ли Киев, столица Украины, ответственность за то, что происходит с людьми там? Безусловно. Вот и все. Я такого ответа и ждал. Безусловно. Поэтому вопрос должен быть решен в Киеве. Мне поэтому нравится, что президентом был поднят этот вопрос, и сейчас делаются шаги навстречу примирению. Вы президент тоже из металлургического края. Как вы считаете, это важный фактор для Украины? По крайней мере, мы с ним разговариваем на одном языке. Может быть, поэтому и в такая степень у меня лично доверие к президенту. Округ, в котором вы выбираетесь, это в первую очередь шахтеры, металлурги и люди, которые стали членами их семей. В первую очередь, да. И олигархи, которые ими правят. У меня вопрос. Что вы собираетесь делать для того, чтобы они вели более достойную жизнь? Именно эта категория людей. Основная категория. Мы пытаемся выделить и составить, так сказать, план поэтапный хотя бы действий. Я вот был недавно, не в своем округе, кстати. Я был на шахте, которая находится в 50-м округе, рядышком. Но я прекрасно понимаю, что мы должны понимать, как обстоят дела на шахте, потому что весь наш край шахтерский. Это катастрофа, что там сейчас происходит. Я поговорил с бастующими шахтерами. Шахтеры получают 5-6 тысяч гривен. Кто в забое работает? Да, подземные рабочие. Это нормально, скажи мне? А цены выше, чем в Киеве на продукты? Да, но все равно это неподъемная величина. Знаешь, как шахтеры... Блин, это вообще катастрофа. Люди, которые не получают по 2 месяца вот этих ничтожных денег, под запись в магазине получают товары какие-то. Хорошо, что люди друг друга знают. Там небольшие города живут все-таки. То есть у продавцов заведены тетрадочки. А потом шахтер, когда получает эту несчастную зарплату, он идет и просто раздает долги. Это катастрофа. Это люди, которые ежедневно рискуют жизнь. Причем, когда я разговаривал, как один, кстати, из планов решения этой ситуации, выхода из этой ситуации, угольные генералы говорят, передайте шахты в частные руки. Говорят, посмотрите, как работает на шахтах Ахметова. Я изучаю сейчас вот эту ситуацию. Надо вникнуть во все. Я же не могу поверхностно давать какие-то суждения. Люди хотят спокойно жить, спокойно работать, чтобы у них хватало денег на все, чтобы их не душили тарифами. Люди хотят быть счастливы, но как это невозможно понять? У них забирают что-то, потом добавляют что-то и вот эта маленькая частичка делает их счастливыми. Это происходит перед ударами. Проблема наркомании есть? Есть. От безысходности что происходит? Что происходит? Надо уходить куда-то, да? Что вы можете им предложить? Во-первых, разрушена система профессионального образования, да? Те самые ПТУ. У нас же сейчас кто все пообразовались? Все менеджеры, все юристы, все экономисты. И возят что-нибудь в Польшу, привозят оттуда. Кстати, вот направление стало работать, если раньше Донбасс ездил работать только в Россию, да? Сейчас они уже даже до Польши добираются. Шахтеры? Да, да, да. Люди просто ездят. И не обязательно в шахту они ездят. Они берутся за всю работу. До Роттердама, в скобочках, плюс, когда они будут оберутся? Ну, мы же услышали, что президент отменил Роттердам. Что делать с водой? Что делать с водой? Там очень сложная ситуация. Дело в том, что водовод тот самый, вода Донбасса, он идет, так уж получилось, он проходит через неподконтрольную территорию. Отключить его нельзя, потому что дальше он идет на Мариуполе. 70% задолженностей из-за того, что территории не платят. Отвоевывать эту территорию? Нет, есть пути решения. Мы об этом говорили с президентом. Но есть они. Есть. Сергей, мы взрослые люди, есть некоторые пути, о которых вообще говорить нельзя. И пусть знает президент, может быть, вы, может быть, еще кто-то, о них нельзя говорить. Мы здесь не изображаем из себя, типа, секретных агентов. Но есть вещи, о которых нельзя говорить. Хорошо. Мы разговаривали с президентом, и им уже предприняты первые шаги. И это хорошо, я считаю. Что бы вы еще хотели сказать? Вот просто заявить, чтобы вас услышали люди. Вот если бы вам надо было сказать несколько вещей. Да я не хочу позерствовать. Не надо. Люди, думайте. 25 лет эти люди, вот эти были у власти. Что они сделали? Они были и у власти, они были и в оппозиции. Они просто меняются. Нет, надо менять коренным образом. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Но, по крайней мере, вы не будете наступать на те же самые грабли. Я могу, во-первых, принести максимальную пользу своему региону. По крайней мере, той части, которая сейчас доступна. Но в планах, конечно, и той части, которая сейчас не доступна. Это правда вы, что потеряли свою квартиру, все сбережения, все, что там оставалось. Да, у меня осталось все. Это правда, что там остался тот самый баян, на котором вы можете играть баян шмеля? Да, да, конечно. Все осталось там. Не знаю, как со всем остальным, а за баяном придется съездить. Какие три проблемы, с вашей точки зрения, в округе существуют? Мир. Так. Очень насущная сейчас проблема – это вода. Значит, убираем мир. Здесь вы не сможете сделать что-то. Я имею в виду, в вашей компетенции вода. Дальше. Восстановление инфраструктуры. То есть? Дороги. Это вы оплатите вместе с Таней? Вынести последние деньги из квартиры? Нет, я буду контролировать расход средств, которые будут на это выделяться. Вы понимаете, что вы не сможете работать без депутатов местного, скажем так, совета? А это уже следующий этап, потому что местные выборы нам предстоят еще. Но вы боретесь с властью, которая там, как было сказано, вами же, это цитата, древней властью. Древней. Я не путаю. А как вы думаете, кто мне сейчас помогает бороться с этой властью? Я думаю, вам люди помогают бороться с этой властью. Местные люди, которые борются с ней в одиночку давно уже, и которые, слава богу, сохранили еще силы и здоровье для того, чтобы мне помогать. На них мы и будем бороться. Люди вам помогут? Вода? Дороги? Дальше? Ну, естественно, создание новых рабочих мест. Это одна из самых больших проблем. А что можно сделать там? Вот, например, ваш соперник вроде как обладает какой-то фабрикой, там у него еще какие-то команды и что-то. Какую альтернативу вы можете предоставить этим людям? Только новые какие-то. Но создание новых предприятий. Ну, не берем, да, обычные... Ну, какие? Вот, ну, вот какие. Вот, допустим, вот, к примеру, нас посылает Родина, вы в район Х, я в район У. Вот я еду туда, я понимаю, здесь надо создать лесопилку. Металлургия, машиностроение. У вас есть... Но только новое уже, потому что старые заводы, они все распилены, все разворовано. У вас есть связи и достаточное влияние для того, чтобы вы могли заманить в себе кого-то из серьезных инвесторов? Я могу заманить. Я даже сказать хочу, что люди есть, которые готовы вкладывать деньги. Но им нужна правовая, нет, прежде всего, правовая обеспеченность. Потому что у нас, да, у нас ничего не работает. Вы мне рассказываете? Устас судебный... Я, в отличие от вас, в эту страну деньги вкладывал. Ну, зачем я столько рассказываю? До сих пор никак не могу их вытащить, все бегаю с одного Майдана на другой. Кстати, вы на Майдане были? Нет, в Киеве я бывал. Если будет Майдан против Зеленского и народ, пойдете? Почему? Я спросил. Просто такой вопрос. А вы пойдете, Андрей? Я пойду с народом. Против Зеленского? Нет, я пойду с народом. Я больше не могу терпеть. Уже мне слишком много лет, как и вам, вы тоже не мальчик. Заходов у нас осталось. Я поддержал Зеленского, как вы знаете, не только потому, что он прекрасный актер, вроде как хороший человек. Так о нем отзываются, в том числе и вы. Я его поддержал, потому что это была последняя надежда. Если он ее профуфукает до конца этого года, и мы увидим, что выстроился неоолигархический порядок, и он является, условно говоря, одной из частей бывшей схем, продуманной ловкими натружными руками. Но я, скорее всего, уеду, я же к революции подбивать не буду. Куда уедете вы, Сергей? Мне некуда ехать. У нас очень популярное явление, что человек живет в Киеве, избирается в другом месте. Я хочу вас услышать, насколько вы готовы... Андрей, я жил в Донецке непосредственно до... Я сейчас скажу, когда я в Киев переехал, в 12-13 год. Кто развязал этот конфликт? Тут слишком большое пересечение различных интересов. Если вы хотите поговорить о геополитике, чего не хотелось бы, наверное, нашим зрителям. Не хотелось бы. Но вы представляете. Сумасшедший узел. Да, я себе в общих чертах, конечно, представляю. Я же не задаю вопрос, чтобы... Я не прошу, чтобы вы рассказывали. Мне главное, чтобы вы понимали по глазам. Скажите мне, какая роль будет у Рината Ахметова в восстановлении Донбасса сейчас? Он... Ну, как сказать, он вообще очень много делает для региона, если честно. Ему нужно будет оправдаться за те промахи, которые он допустил. Вы могли бы... Он тоже вспыльчивый человек. Вы могли бы... Вы встречали с Ахметовым? Да, ну, без как. Донецкий человек не встречался с Ахметовым. Ну, у нас не было никаких общих дел. Слава Богу, общих дел и делишек у вас не было. Вот, как депутат, вы считаете, вы могли бы найти с ним какой-то общий язык? Если его сила проиграет. Мы понимаем, что у него есть свои интересы, свои люди там. Если он может быть полезен к краю, почему нет? То есть, у вас нет ненависти какой-то... Предубеждения жесткого нет. Из личного, Сергей. У вас проблемы с алкоголем есть? Нет. Поскольку я сейчас вообще не употребляю алкоголь. Значит, есть проблемы. Нет, нет, нет. Раньше это, конечно. Я не селье... Я никогда не употреблял, как вы знаете, но сейчас с артритом начал и понял, что, в принципе, народ был на правильном пути. Я много в жизни пропустил. Я хотел сказать, что со здоровьем, насколько вы себя хорошо чувствуете после, вот, я откровенно скажу, после, ну, скажем, тех неприятностей. Нет, была жесткая очень ситуация, организм немножко отомстил за то, что на него не обращали внимания столько лет. Я сейчас восстановился, и сейчас у меня подъем. Мне наоборот сейчас вот такой внутренний кайф и драйв есть, да. Особенно новое дело, новое дело, оно всегда еще дополнительно стимулирует. Вот поэтому... Дело в том, что недавно был разговор о том, между президентом и Ахметовым, да, я говорю об Ахметове, однажды я оказался в кабинете у Юлия Владимировна Тимошенко первый и последний раз. И речь шла о назначении нового губернатора, им тогда был некий Тарута. Я посмотрел, говорю, вы что шутите, какой Тарута? Я не против Сергея Таруты, я против назначения Сергея Таруты. Он слишком мягкий для региона? Да он, не, ну подождите, это регион Рената Ахметова, давайте называть вещи своими именами. Как можно было, в принципе, в обход этого человека решать какой-то вопрос? Как вы считаете, удастся ли Зеленскому решить донецкий конфликт в обход Рената Ахметова? Ну вот вы узнали позицию Андрея Порчевского по вопросу региона. Я понимаю, что политика искусства возможна. Я считаю, что чтобы решить проблемы Донбасса, можно привлекать... Разные силы. Не боитесь компрометировать себя связью с регионалами, рыгами, как их называют и так далее? Если это будет идти на пользу. Что значит боитесь компрометировать себя? Отвечайте, Сергей. Вы же по-русски хорошо понимаете. Ауто да фе? Да, ауто да фе. Я к вам обращаюсь уже языком, который вы понимаете. Мы же оба хорошо понимаем. По-русски и, дороче, украинскую мову. Ну, якщо не разумеете, я могу перекласти украинскую мову. Вы не... Я бы вам так казаться, что... Вот и все. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот и все. Не. Звязок або звязки с партией регионов, да, ну и керевницам партии регионов, якщо вы починаете... У меня нет таких связей с партией регионов, которые могут мне помешать. Я хотел... Красавец. Да, я думал, что же он скажет, которые могут мне помешать. Вот это вот, кстати, меня больше всего раздражает в украинской политике. Мы смотрим на это как на шоу. Стоп. Не просто. Все говорят, что это шоу. Сейчас, секундочку, я договорю. Да. И я, как человек, который сидел в жюри, который много всего оценивал, мы реально не оцениваем действия политиков. Мы оцениваем их ходы, их повороты. Ах, как тот того подставил, ах, как тот вырвался вперед. Да, задрало уже это все. Можно употреблять такую... Как говорит руководитель о одной из соседних держав, вы за эффективный менеджмент. Нет. Вы прагмат в этом смысле. Я хочу, как Станиславский уже, не верю. Не верю. Нет, я имею в виду... Они хреновые актеры, хреновые менеджеры. Они хреновые люди, в конце концов. Это да, да. Но насчет актерства, я всегда говорил, что актерский гений на могиле, как Нерон. Помните, играл на лире, когда горел Рим. Точно так. Памятник, когда его не будет через какое-то время. Пусть они все, как Нерон, скажут уже, какой актер умирает. И все, освободят нас от себя. Я думаю, это последние слова должны быть потом Петра Алексеевича Порошенко. Потому что, проводя параллель между актером профессиональным Зеленским и любителем Порошенко, я могу сказать, что с точки зрения патетики, то, что изрыгал наш бывший фюрер, это просто, вы понимаете, он умудрился какую-то часть страны реально, реально обаять. Это при том, что он украл в это время там по злым, ну, злые языки. Несколько миллиардов. Скажите, деолигархизация при Зеленском состоится? Мне бы этого хотелось. Физическое вы имеете в виду? Я смотрю, очень эффективно. Дикие бригады. Да, да. Бригады, да, как они в Латинской Америке. Белая стрела или, да, в Латинской Америке. Да, да, в Латинской Америке, да. Они, да, назывались эскадроны смерти. Эскадрон смерти. Да, ну, эскадроны смерти, кстати, это тоже вариант, но мне кажется, не в этом случае, не Зеленским. Вот, а в принципе, я думаю о том, что когда Зеленский заявляет о деолигархизации, он имеет в виду то, что не будет семи боярщина, назовем ее так, десять кланов, как когда-то говорила Тимошенко, которые правят Украиной. Этих людей можно даже оставить какую-то часть. Я подчеркиваю, деолигархизация это оставление какой-то части, потому что, как мы понимаем, в основном у них награблено. Вы с этим согласны? Да, безусловно. Да, что любой из олигархов, это человек, который отжал у нас с вами нашу собственность. Я еще раз говорю, у нас с вами нашу народную собственность. Шахты, которые сейчас передаются от команды Порошенко новой команде. Банки, которые передаются новой команде и так далее. Я имею в виду то, что эти люди не должны будут больше влиять. У них надо отобрать телеканалы, так или иначе. Готов ли Владимир Александрович Зеленский к подобному роду? Готов. Но я так думаю, что олигархи тоже готовы. Мы увидим Зеленского новым после того, как закончатся выборы и назначения. Что из, скажем, человека, который ощупью идет, условно говоря, к цели, мы вдруг увидим человека с косой. Я очень на это надеюсь. И я очень на это надеюсь. Когда у него появится сила, на которую можно будет операться. Какой у вас самый большой недостаток? У меня любовь к комфорту, очевидно. Во всех осмыслах. А достоинства? Не сдаюсь я. Вы понимаете, вот, например, допустим, многие люди, которых мы знаем, ну, например, доктор Комаровский, которого планировали в министры, показывали все время, водили его там, как медведя на цепи. Да, и вдруг выяснили, бац, использовали и убрали. Или он убрался сам. Он сказал, что он не готов. Вы готовы с волками жить, а выть не по-волчьи. Ну, я уже нырнул. Вынырнете? Вот если вынырнем, вынырнете, поговорим. И последний приятный вопрос. Скажите, вы будете создавать там КВН, что, где, когда и что-нибудь из этой серии? Ну, нет, хотел за собой оставить, естественно, как депутат я не буду работать, да? Мне нельзя работать как депутат, если меня выберут. Но я бы хотел подрабатывать, да, я буду еще немножко шить на дому, все-таки в качестве продюсера, потому что я занимался программами, которые отвечают за развитие, за развитие молодежи. Это то, чего так не хватает сейчас. Кстати, о президенте Зеленском. Он сам достаточно мало говорит. Уже на телевидении требует, передайте, если вы будете видеть президента, требует, чтобы он выступал больше. Как вы будете выступать у себя в округе? Сейчас там есть радио, там есть местное телевидение, да, но все время выкуплено моими оппонентами. А я сейчас просто сажусь в машинку, в автобус. У нас даже офис мобильный, знаете ли, потому что у нас сложности были со снятием офиса. То есть мы пригнали автобус, сделали из него офис, а я езжу по селам, я езжу по ОТГ, я встречаюсь с людьми только так. Ну, я вам могу пожелать успеха, надеюсь, что будку вам дадут. Помните, как у Шварценеггера была палатка в Калифорнии, он там курил. Вы тоже курите, можете там курить, заодно будете ближе к людям. Сергей, спасибо вам, успехов. Вам спасибо. Каждый раз их подонки и мародеры остаются безнаказанными. Простым людям приходит недобрый вечер. Подписывайся.